Добро пожаловать или вход больше не воспрещен. Если раньше в общежитии опускали до 11 вечера, то теперь готовы принятие полуночников. Вахтеры говорят, конечно, лишний раз просыпаться и открывать дверь не хочется. Впрочем, некоторым студентам нетрудно пойти навстречу. Те, которые работают, да, которые работают. В основном они. Еще только год начался, поэтому не так много. Пятикурсница Марина за столько лет испытала все неудобства комендантского часа. Сейчас, собираясь на ночную посиделку с друзьями, уже не волнуется. У меня то строят рядовские мероприятия, то еще что-нибудь, концерты различные в университете. Что бывает, иногда задерживаешься. Сейчас попроще, что не нужно договариваться с вахтером, не нужно в неудобное положение его ставить. Иногда считаю, что ты подставляешь вахтера. Вахтера, конечно, ставить в известность нужно. Марина указывает причину ночного прихода в специальной тетради. И все, можно не торопиться, как когда-то к часу тишины. Конечно, вахтеры и раньше со скрипом, но впускали после 11. Только при этом нарушитель внутреннего распорядка попадал в черный список. Вот этот журнал, можно сказать, уже раритет. Если фамилия Поздуна светилась в нем где-то около трех раз, строгий выговор был обеспечен. Заведующие общежитием говорят, да и Юры комендантский час и не существовал нигде в нашей стране. Согласно, например, жилищному законодательству, вход в собственное жилье не может ничем ограничиваться. Но на практике режим все же действовал. И соображение безопасности. Несоответствие устранили этим летом по распоряжению Минобразования. Ребята хотят, может быть, и побалдеть где-то что-то на стороне. И приходят иногда, кажется, и выпившие. Но даже в том случае, если человек приходит выпивший, мы обязаны его принять. Кстати, комендантский час даже до своей официальной отмены действовал не во всех алтайских вузах. Студенты аграрного и технического университетов не знали ни проблем с обходом в ночное время, ни накопительной системы замечаний. А в классическом вузе теперь призывают не злоупотреблять оказанным доверием. И на всякий случай планируют установить дополнительные камеры. Екатерина Гаськова, Александр Антропов. Наши новости.